Цепочку с нательным крестиком Так была ли Александра любовницей Пушкина? Она была средней из сестер Гончаровых, получила хорошее домашнее образование, детство и юность провела в Москве, в поместьях Ярополец и полотняный завод. Александра Николаевна была самая подвижная, веселая, музыкальная и озорная из сестер, была вспыльчива, остроумна, иронична, а часто извительна. От бурного веселья и смеха могла тут же перейти к молчанию и мрачности. Весной 1931 года руки Александры просил сосед по имению калужский помещик Александр Поливанов, но мать по неизвестным причинам не дала согласия на этот брак. После замужества младшей сестры Натальи и отъезда ее с мужем в Петербург, Александру и ее сестру Екатерину мать отправила в полотняный завод, где они провели три года. В деревне они были предоставлены сами себе. Единственными занятиями была верховая езда, в поместье был манеж и конный завод, тщение и музыка. Она играла на фортепиано, и брат Иван, разделявший увлечения сестры, присылал ей из Петербурга большие пачки нот. Она очень любила верховую езду и абсолютно непринужденно чувствовала себя в мужском обществе. Александра знала много наизусть стихов Пушкина и была в него заочно влюблена. После свадьбы Наталья Николаевна решила забрать сестер к себе, чтобы вывести их в общество и устроить судьбу. Пушкин к этому отнесся скептически. «Мое мнение, семья должна быть одна под одной кровлей, муж, жена, дети, пока мест малы, а то хлопот не наберешься и семейного спокойствия не будет», – писал он жене в июле 1934 года. Сестры поселились у Пушкиных и стали выезжать в свет. В Петербурге Александру настигла роковая страсть к Аркадию Рассет, но гибель Пушкина все изменила. Она знала о дуэли, но дала поэту слову молчать об этом и, к сожалению, его сдержала. После его смерти Александра продолжала жить с сестрой Натальей, помогая ей растить детей. Она тяжело переживала свое одиночество, крушение надежд на брак. Прожила в доме сестры 8 лет. С зятем Ланским у нее отношения не сложились. Сестры были дружны с супругами Фризенгов. Густав Фризенгов с 1939 года служил в астрийском посольстве Петербурге. В 1950 году от пневмонии умерла его 49-летняя жена Наталья Ивановна Фризенгов. Через год Густав сделал предложение Александре. Свадьба состоялась в апреле 1952 года и брак оказался счастливым. Выйдя замуж в 40 лет, Александра Николаевна навсегда покинула Россию. Фризенговы жили в Вене и в родовом имении Бранзяны. По всей видимости, на родину Александра Николаевна более не приезжала, но поддерживала отношения с родственниками и друзьями из России. В 1954 году родила дочь Наталью. Воспоминаний Александра Николаевна не оставила. Перед смертью она уничтожила большую часть личных бумаг, а позднее дочь по ее просьбе сожгла оставшиеся. Дочь Наталья Густавовна была замужем за герцогом Антуаном Ольденбургским, ведущего свой род от династии шведских королей. Она получила прекрасное образование, владела пятью иностранными языками, читала подлинники работы немецких философов, блистала недюжинными талантами, замечательно рисовала, музыцировала, писала стихи, но, к величайшему сожалению, язык русских предков был ей неведом. У Натальи и Эльмара родилось двое детей – сын Александр и дочь Фредерико. При жизни Александры Николаевны в замке была собрана богатейшая библиотека, стояли два рояля. В брадзянской коллекции оказался и персень-талисман, подаренный Пушкину графине Воронцовой. В гостях у нее в брадзянах бывали Наталья Николаевна, братья Арапова, Дантес, его жена и дети. Дети Пушкина, воспитанные при участии Александры Николаевны, поддерживали родственные отношения с Дантесом, его семьей. Александре и Григорий Пушкине ездили к дяде Жорджу в Сультец. А что еще совсем непонятно, в замке Фрезенгов до 940 года висел портрет Дантеса с автографом, но не было ни одного портрета Пушкина. Похоронена Александра Николаевна в брадзянах, фамильной усыпальнице, что стоит на окраине парка, так напоминавшего ей когда-то парк родного полотняного завода. После смерти самой Александры Николаевны среди ее вещей нашли эту цепочку, но без крестика. Очень вероятно, что по ее просьбе он был захоронен вместе с ней.